Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алла. Я вас приветствую на своем канале Алла Тарот. И я снова с вами. У меня родился внук от младшей дочки, поэтому меня долго не было. А сейчас я нахожусь... Сейчас я нахожусь на месте, где раньше стоял кинотеатр Лисунова, а теперь высится вот такой огромнейший дом. Также это дом банковский, наверное, или частные какой-то постройки. Будет продаваться в кредит. Но кирпичный дом строят, наверное, хорошо, потому что новые технологии, как сейчас говорят, и не нужно выдерживать фундамент. Я выполняю просьбу одной из своих подписчиц, которые просили меня показать четвертый квартал Авиаса Злар. Махаля называется так. Яшнабот Махаля Се. И пойду к спорткомплексу бывшему Олимпия. Сейчас я не знаю, как он там называется, но надеюсь, что он на месте. Давно я здесь не была, но не так быстро все меняется, хотя меняется в Ташкенте. Я была как раз по просьбе своих подписчиков в одной семье, здесь недалеко, поснимала видео и как раз пришла сюда поснимать для моих подписчиков, дорогих. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо за ваши комменты. Спасибо за то, что нравится мое видео. Но, ребята, конечно же, я стараюсь. Получается, как получается. Учусь, конечно же, не хочу стоять на одном месте и деградировать. Поэтому стараюсь снимать в разных форматах. Камера хорошая. И погнали. Как и везде, здесь, конечно, ведутся работы, делаются тротуары. Вот, посмотрите, площадки детские ставятся. Но, к сожалению, на площадках уже приспосабливаются и ковры, и матрасы сушить. Очень удобно людям. Не только детям играть на них. С этой стороны уже делают тротуарчик, но еще не положили асфальт. Или бетон. Скорее всего, бетон будет тоже. Ученики идут со школы, со 166-й, домой. Ну, здесь старая площадка детская. Это не обновленная. Ага, вот бетон положили новый. Тротуарчик такой широкенький. Хороший. А это место для роликов, для коньков, для скейтов. А вот она, Олимпия. Так, я немножечко ее прошла. Сейчас пойдем назад. Ну, как обычно в Узбекистане продают, так, женщины и бабушки на вынос все. Кто что забыл, может купить. Вот он, комплекс, спорткомплекс Олимпия. Раньше я по молодости ходила сюда, тоже занималась шейпингом. Тогда было это в моде. Ну, честно говоря, давно сюда не ходила. Хотя у знакомых детки ходят здесь, занимаются до сих пор. Ну, это район старый, поэтому очень большие, высокие деревья. Зеленый, смотрите, какой он. Машины, для машин сделали навесы. Ну, это, видимо, не хакимиатские, а частно. Номеров, потому что нету. Просто крыша такая железная и изогнутая. А у хакимиата фишка такая прямая. Прямые крыши. Смотрите, какой дом красивый. Покрасили его. До сих пор стоит запах краски. Кирпичные дома стали красить. Но ничего так получается. Хотя мы тоже, как бы, живем в кирпичном доме. И всегда думали, как это можно кирпичные дома покрасить. Ну, раньше и звездкой красили. А думаем, как же такой краской-то можно покрасить. Вот, красиво получилось. Красивенький такой дом. Так, что еще здесь хорошего есть на четвертом квартале? Рядом с Олимпией стадион, детский садик. Ну, туда я уже не пойду. Там дальше выхода нет. Поэтому пойдем дальше. Прямо. По центральной дороге. Так что вот, уважаемая подписчица. Ваша Олимпия. Дом, который напротив стоит Олимпии. К сожалению, номер дома не виден. Нет, они нарисовали, не прилепили. Не знаю, какой номер дома. Девушка, а не скажете, какой номер дома это? А, вот, одиннадцатый дом. Четвертый квартал. Олимпия номер двенадцать. Здание. Кстати, вот такие женщины, которые продают здесь вдоль дорог, там, еще где-то сидят. Я думала, это выгоды нету, смысла нету. Че, думаю, толку сидеть так вот продавать? По мелочам, мелочуха такой. А, оказывается, мне знакомая, тоже так стала бабулька одна, продавать сидеть, набрала, натарилась. Такой сначала маленький столик у нее был, потом побольше, побольше. А я говорю, ой, а что это вы так, это, разрослись, вас поздравить? Говорю, можно. Скоро как магазин будете. Она говорит, нет, зачем магазин? Мне и так хватает. Я говорю, а честно говоря, вот сколько? Она говорит, ну, где-то два с половиной, минимум два миллиона за месяц получается. Я говорю, да ладно? Она говорит, да? Ну, так что вот, предприниматели. И патент, говорит, не надо, ничего не надо. Вышел, если что, раз собрался, ушел. Никому же, говорит, плохо не делаю, ни у кого не прошу денег. Так, а это, по-моему, больница, что ли, получается. Лаборатория здесь. Да, какая-то, по-моему, детская больница. Сейчас, секундочку. Кто-то мне названивает, отвечу. И продолжу вам показывать. Итак, продолжаем прогулку по четвертому кварталу. Поговорила по телефону. Дочка звонила, спрашивала, как дела, как там малыш. Старшая дочка звонила, я имею в виду. Ну, сказала, что все у нас хорошо. Малыш растет. Уже недели. Так быстро время летит. Все говорят, ой, чужие дети быстро растут. А мне кажется, и свои быстро растут. Сейчас такое время. Мне такое ощущение, что время как бы уменьшилось, что ли. Не успеешь что-то сделать. Раз, уже темно. Утром проснулся, уже вечер не успел моргнуть. Половина дел не сделал. Может быть, молодежи это незаметно, но мне очень сильно заметно, что время прям летит. И вот даже родные внуки у меня растут быстро очень. Да, это, оказывается, больница вторая. Детская больница. Своей скорой у них. На четвертом квартале авиасозвар. У меня двое внучек от старшей дочки и недавно родился внук от младшей дочки. Я бабушка тройная уже. Слоеная самса здесь есть. Такое здание построили. И с обратной стороны здания бассейн очень хороший. Вообще, спортивный комплекс здесь. Я ходила в этот бассейн, мне понравилось. Там и тренажерный зал на втором этаже. Вот здесь вот бассейн. Там бочка есть такая для женщин, кто похудением, хочет заняться построенением. Ну, цены, конечно, дорогие здесь. Выгодно покупать абонемент. На абонементе можно сыграть там. Ну, конечно, не миллионы, но несколько тысяч сэкономите. И еще какая-то больница. А, это диагностический центр. Лор, врач, гинекологи, УЗД. УЗИ, короче, УЗД. Лаборатория, эндокринолог, педиатры, терапевты все. Урологи работают. Вот такая больница красивая, диагностическая. Диагностический центр. Ну, людей не видно. Внутри красиво. Здрасте. Нет. По всему кварталу не пойду, потому что конкретно не сказали, где ходить, показывать. Вот показала Олимпию. Рядом с Олимпией центр. Спортивный тоже есть такой. Детская больница вторая. И буду возвращаться сейчас через 166-ю школу. Здесь такой тихий квартал, не шумный. Батарейка греется. У нас тепло. Оказывается, когда очень жарко, камера прям горячей становится. И еще что-то. Олимпия называется. Комплекс какой-то. Кухня Мелита Умлар. Национальная кухня здесь. Магазинчики какие-то расположены. И, а, Тайквондо. От Олимпии Тайквондо. Здесь, значит, занимаются Тайквондо. Магазинчик. Обналичка с карт, терминал. Работает, кстати. Деньги есть. Я раньше, несколько лет назад, лет, наверное, 15 назад, была в Казахстане, в Шымкент. Приезжала в... Астане была. Приезжала в Алмате. Вру, не в Астане. В Астане не была. В Алмате была. И удивлялась, насколько там развито было в Казахстане такие же вот банкоматы с деньгами. Думаю, ну как это так? Стоят банкоматы, и ты можешь, пожалуйста, хочешь получить российские, хочешь, можешь получить деньги, хочешь доллары. Ну, там запрос делаешь, вставляешь, и тебе говорят, какую сумму там вам выдать, в какой валюте. Я думаю, как люди живут? Когда у нас в Узбекистане такое будет? Ну, слава богу, конечно, у нас доллары и тенгеи, и другие валюты банкоматы не выдают. Ну, хотя бы с наших карт, с местных узбекских карт, пластиковых карт, я имею в виду, выдают деньги. Можно обналичить. Ну, вообще, в принципе, безнал у нас очень развит тоже. Можно и безналом рассчитываться в магазинах. А в основном вот нал это на базаре. А это наша, по-моему, прокуратура на четвёртом квартале. Сейчас подойдём поближе. Точно скажу, что это. Что здесь написано? Знак такой, юридический. Теперь точно прочтём. Да, прокуратура. Ешнабадского района, отделение. Опять стройка домов. Вот завершающий уже этап. Уже делают там асфальт. Дома готовят уже к сдаче, видимо. Ну, какие... Кстати, когда они строились, я тут проходила, у них такие стены толстые довольно-таки были сделаны из кирпича. Подумаю, добротные дома. Не знаю, кто застройщик. Сейчас уже убрали. Раньше было написано, кто застройщик. Какая компания. Какие красивые были. В этом году у нас помёрзло очень много деревьев. И вот одно из них замёрзшее. Ёлка. Но их пока не срубают, потому что, опять-таки, нужно разрешение. Идти в экологию. Если они соблаговолят прийти и дать разрешение, значит уберут. А если нет, значит будет так и стоять, пока не рухнет от снега. Или от дождя, или от ветра. Это всё, я прошла четвёртый квартал. Время было, вот оставалось и брала интервью. И думаю, ладно, пока туда-сюда, пройду-ка покажу. Пока есть время. Ну и будет, чтобы вам посмотреть. Мне очень нравится. И я благодарна моим подписчикам, которые пишут, что они смотрят мой канал. Я даже, честно говоря, не надеялась, когда начинала видео. У меня такие ещё страшные видео. Когда первые видео свои смотрю, думаю, ой, господи, как я говорила. Сейчас-то ещё нехорошо говорю. И, можно сказать так, ну, мысли свои выражаю. А тогда вообще ещё и страшно было. И думаю, так что сказать, как снять, что я там делаю. Сама я не знаю. Ну вот, оказывается, с каждым разом лучше и лучше. Действительно, с каждым разом учусь. И благодаря вам снимаю новые и новые видео. И как-то это так втягивает. И мне это так нравится. Ну вот. Единственное, что, конечно, ребята, я в пятницу, субботу буду сидеть с внучками. Ой, извините. А буду уже в такие дни, когда дочка младшая попросит с внуком сидеть. Вот. Так что, по мере возможности, буду снимать тоже, кому обещала. Северо-Восток поснимаю. Обязательно, обязательно поеду. Я помню, что и школу обещала с ним снять. Пятьсот двадцатую школу. Я приеду. Ну, здесь, как положено, самцу продают. Раньше было так, несколько... Один-два тандыра делали самцы, школьники брали и всё. А теперь вот прям и сделали даже внутри помещения. Здрасте. Ее кружба Кубы. Да-да. Кирпичики. Какие хочешь. А это вот сто шестьдесят шестая школа. Идёт урок физкультуры. Идёт строительство везде. Пока тепло, пока до дождей, надо много успеть. Облицовка фасадов, покраска фасадов. Там, ну, всё, что положено. И само по городу тоже везде идёт большое строительство. Побежали. Я, между прочим, в детстве очень любила урок физкультуры. Раньше как-то в физкультуре такие усиленные были требования. И даже я на кружок баскетбольный ходила. Мне вообще нравилось. А сейчас дети лишь бы сбежать. Ну, какой домик. Ах, как греется у меня камера. Прям аж держу и рукой немножко снизу подерживаю камеру. И палец горит. О, ещё навесы для машин. Интересные такие. Ну, правда, мусору... Вот я всегда поражаюсь. Ну, что, трудно, что ли? Баки поставить. СЭС всегда травят кошек. Убивают собак. Всё, забирают их там на какие-то отловки. Ну, начните с мусорных баков. Вот сколько я прошла, не было ни одного мусорного бака. Ну, какие. Ой, это сделано на асфальт. Асфальт, то есть на бетон. Ой, расположение такое хорошее. А-а-а-а, как горит рука. Шатается. Что-то, наверное, на болтах плохо закрепили. Да. О. Вот, смотрите на тень. Видите, как болтается на соплях. Ну, это явно, наверное, сделал не хакимиад. Потому что хакимиад не разрешает такие штуки делать на болтах вообще-то. Ну, может быть, в исключительных случаях. Они обычно говорят, надо сначала установить навесы, а потом уже бетонируют. Ну, здесь, конечно, бетон хороший сделано, залито. А вот остальное, все, что на шурупах и вот эти вот штуки тоненькие, ну, это явно не хакимиад. Хотя, кто его знает. Сейчас непонятно, кто что делает. Но планировка расположения стоянки для автомашин, парковки этой хорошо придумана. Прям сразу на два ряда и заезд хороший. Вот молодцы в этом отношении. Ну, вот так, дорогие друзья. Выхожу я уже с этого квартала. Давным-давно вышла уже сюда, ко дворцу. Уже виднеется впереди дворец авиастроителей. Вот. Буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось. Не совсем скучно было. Пока-пока. До новых встреч. Пишите мне. Спасибо за ваши комментарии. Я вас люблю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Нажимайте колокольчики, чтобы не забыть и быть в курсе моих новых серий. Пока. 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 Продолжение следует...